Всем большой привет! Меня зовут Дарья Иванова, и сегодня я хотела бы с вами коротко обсудить последнее событие, это выборы президента США. Весь мир следил за этим событием, и я сама лично следила, как продвигаются кампании кандидатов. И в день выборов, весь день мы тоже следили за тем, что происходит, но где-то к обеду было всё понятно. Было всё понятно, кто выиграет. И, конечно, вечером объявили, что 45-м президентом США стал Дональд Трамп. Скажу честно, для меня это было большим шоком и большим удивлением, потому что все звезды шоу-бизнеса, по новостям, везде больше пиарилась Хилари. Музыканты, актеры, все в основном поддерживали её, и как-то больше она была в более лучшем свете, нежели он. Но, тем не менее, результат мы уже знаем, поэтому окей. У нас в Лос-Анджелесе уже начались последствия этому, уже начались протесты, перекрывают дороги. Стало безумно тяжело передвигаться по городу, просто вообще вы не представляете себе. Все мои друзья из России, конечно, поддерживали другого кандидата. И когда мы начали обсуждать выборы и результаты выборов, в общем, я почувствовала на себе жуткий негатив. Я начала вовлекаться в споры, в аргументацию. Я вообще не конфликтный человек, но эта политическая ситуация дала на меня свой эффект. Я начала чувствовать на себе негатив, я начала вовлекаться в негатив. Я просто себе сказала, так, всё, хватит, стоп, потому что это неправильно. Это неправильно вовлекаться в негатив, обсуждать, кто прав, кто виноват. Если смотреть в правде в глаза, то все выборы давно предрешены, и всё это решается кем-то свыше, но не путём реальных выборов, не путём честных выборов и не путём голосов. Вы можете со мной не согласиться, и это абсолютно нормально, но сколько бы я об этом не думала, всё приходит к тому, что, скорее всего, все выборы не совсем честны. Но поскольку такой выбор сделан, и мы не можем ничего изменить, мы не можем никак повлиять, то какой смысл есть в этом негативе, какой смысл есть в этих спорах, какой есть смысл ссориться, устраивать драки и революции, вообще бред. Да, конечно, уже начались какие-то изменения у нас здесь в США, начали падать фондовые рынки, пробки на дорогах безумные, гораздо хуже, чем было. Уже поменялась стоимость страховки на следующий год в два раза, и, скорее всего, конечно, изменятся законы об эмиграции и всякие такие вещи. Но почему бы просто перестать обвинять государство, людей вокруг и вообще весь остальной мир, и просто не взять ответственность за себя, за свою семью, заниматься любимым делом, заниматься работой, жить счастливо, заботиться о своём здоровье? Вот я считаю, вот в этом состоит весь смысл и вся ценность. То есть почему люди тратят свою энергию на вот это разрушение и спор и негатив, вместо того, чтобы созидать и создавать что-то крутое, создавать новые проекты, развиваться, строить взаимопонимание, любовь? Я приняла решение, что я не буду никогда высказывать свои мнения по поводу политики. И всё, что я после выборов запостила в Facebook и в Instagram, я всё сразу удалила, потому что вот как только я осознала всё, что происходит, я поняла, что я не хочу в это вовлекаться. Это мне... Да, конечно, у меня есть своё мнение по этому поводу, но какой смысл его всем ходить и рассказывать, и кто-то будет несогласен, и кто-то будет спорить. И очень часто драки на этой почве происходят, и я не хочу быть вообще причастна к этому, к всему. Я хочу просто жить счастливо, здорово, расти детей, заниматься творчеством, создавать какие-то крутые вещи, помогать своей семье, помогать своим друзьям. Да, я вот в этом вижу ценности, и я... Не подумайте, что я хиппи или ещё что-то такое, но я в целом за любовь, за объединение, за единство, за равенство, за мир. И за мир там, где безопасно и комфортно. Я вам тоже желаю не тратить ни в коем случае свою драгоценную энергию впустую, а вместо этого проживать свою жизнь счастливо, наполненно, с настроем на лучшее. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Большое вам спасибо за просмотр. Скоро с вами увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok